Хе-хей, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей, надеюсь у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что наши невероятные квадратоголовые приключения продолжаются. Как вы помните, в предыдущей серии мы с вами нашли небесный город, а также встретили достаточно стервозную и неприятную правительницу этого города, которая чем-то даже напоминает Клеопатру, я уверен, что не я один это заметил. Наши враги тем временем как-то очень оперативно, так скажем, подлезали к Клеопатре и нашли с ней общий язык, это честно говоря достаточно удивительно, потому что им удалось это сделать буквально за считанные минуты. Ну а нас тем временем преследуют и мы пытаемся убежать от стражников, что будет дальше, спасем ли мы бывшего злодея Сорона, вроде бы его так зовут, простите если ошибся, и вообще что произойдет мы узнаем буквально через секунду, но перед этим поднимем наши бокалы за то, чтобы у нас в будущем женщины, которых мы будем встречать, которые будут становиться нашими девушками, да, чтобы они были милыми, добрыми и прекрасными. А не вот как эта стервозная сука, ненавижу ее, давайте, прочай. Такое, может быть, не такое поэтичное было пожелание, но по крайней мере, сука, жизненно, да? С жизненно, да? А, окей, друзья, продолжаем. Только здесь, да? Здесь негде прятаться, это тупик! Прежде чем я поведу вас двоих дальше, вы должны дать клятву. Думаю, они сюда пошли! Вы должны поклясться, что никому не расскажете то, что я вам покажу. Что, он хочет раздеться, он эксгибиционист, что? Ты нам поможешь, я буду хранить твой секрет, все, окей. Мила, Мила, торжественно клянусь, что никогда никому не расскажу твой секрет. Супер! Ха-ха, Филипп, или как там его? Ха-ха, боже мой. Вот сюда! Че, я вот об этом не должен был говорить, о секретном проходе или что? Это клуб строителей. А-а-а, подпольный клуб строителей. Все, что ты видишь вокруг, построено из ресурсов, которые наши люди сэкономили или нашли. Так это же благородное дело в таком тоталитарном государстве. Я скажу, классное тайное убежище. Любили тайные убежища, еще со времен Бэтмена. Ух ты, это очень тайное убежище. Мила, отлично. Это не убежище, это клуб строителей. Да-да, прости, клуб строителей, точнее. Видишь ли, когда-то давно я был рядовым гражданином небесного города. Я хотел построить небольшой сад для сообщества. Подал прошение на землю, и основательница ее утвердила. Но из-за волнения и спешки я уронил свой драгоценный блок земли, и он упал с обрыва. За мое преступление меня бросили в темнице основательницы. Слушайте, она реально, у нее как будто бы, знаете, этот, ПМС просто круглый год идет. Причем такой усиленный прям. Реально больная баба. Вот. Ничего себе, уж слишком строго за такое мелкое преступление. Ох, оно не мелкое. Меня обвинили в опиющей растрате ресурсов. А в небесном городе это одно из самых тяжких преступлений. Видишь ли, в нашем мире так, что с обрыва упало, то пропало навсегда. В нашем мире, кстати говоря, тоже. Но, сидя в тюрьме, я кое-что понял, что, во-первых, не нужно ронять мыло, а во-вторых, то, что строительство, про субтитры улетели, и не знаю что. Зная раньше, что вы строили, я бы вам всем еще при первой встрече бы показал своих друзей, или что-то такое, но, по крайней мере, ты здесь, так? Так, друзьям, наша помощь, у тебя есть план. Вот, друзьям нужна наша помощь. Мил, наши друзья, в беде им надо помочь. Да, я знаю. Эй, Мила! А, приветствую, друзья! Посторонних приводишь? Серьезно? Какой же это тайный клуб, если в него приводить всех подряд? Так, они, чё это они? Отвали, а? Давайте скажем нормально. Простите, что мы без спроса, но нам просто нужна ваша помощь. И мы его им отдадим, так ведь, ребята? Какие-то хипстеры, господи. Это не просто построение. Посторонние. Это они сегодня построили великолепный монстр в город. Что? Майло, наверное, да, имеется в виду? Блин, я забываю, как его зовут. Майло, а я его мило называю, потому что здесь так написано. Нет, не надо этого делать. У меня риск, связанный с их укрывательством, вполне оправдан. Они, например, образцовых участников клуба, а не пример образцовых участников клуба строителей. А ещё мы герои. На своей родине, конечно. Хорошо, если Майло говорит, что вы классные строители, докажите. Прям бойцовский клуб строителей. Так, тебе... Я построю круги вокруг тебя. Вот. За верстаком я работаю лучше, чем любой из вас, болваны. О, дерзко. Посмотрим подкрепишь ли ты слова делом. Это строительный баттл, мадфака. Мы немного рецептов знаем. Если покажете, что строят там у вас на земле, были бы благодарны. У тебя всё получится, Джесси, давай. Джесси, нам потребовалось с ним много недель, чтобы собрать этот запас вещей, используя их для строительства. О, спасибо. Блин, слушайте, прям бойцовский клуб какой-то, реально. Так, блоки железа. Верстак. Что построить чужак? Так, строить блоки железа. Испо... Так, по идее, есть тут достроить. Посмотрим. Блок железа. Блок железа. Тыква. Давайте, поместить. У кого-то есть? Эээ... Записи что-то? Ёлки-по... А, я... Я понял, что я собираюсь сделать. Уже нервничаешь, Майла? Ха-ха-ха. Что? Нет, конечно нет. Всё идёт именно так, как я рассчитывал. Ха-ха-ха-ха. Господи! Джесси, что это такое? Это здоровый грузин. Не видите, что это по полосу? Не бойтесь, голем у меня под контролем. И выполняет все мои прихоти. Прости, что мы в тебе сомневались. Твое строение просто великолепно. Мы все преклоняемся перед тобой. Да, я великий. Так и делайте. Понимаю, почему стражники тебя ищут. В смысле, было классно? Так, я ж говорил. Да, нам очень жаль, ух ты. Это было сделано не для того, чтобы впечатление произвести. Во. Я это сделал не для того, чтобы впечатление произвести. Я это сделал, потому что Майла обещал привезти нас во дворец. А вы, ребята, никак от него не отстанете. Пора ответить за свои слова, да, Майла? Ах, да, конечно, конечно. Вы ведь здесь ради этого. Увидев тебя в работе, должен сказать, твои навыки еще более впечатляющие, чем я предполагал. Так впечатляю, что я задумался, можно ли попросить тебя маленьком одолжение. Такое ведь бывает раз в жизни. Что за одолжение? Я помогу тебе попасть во дворец, а ты мне поможешь украсть вечный источник для моих людей. Нет, это я хотел украсть вечный источник для своих людей. Ах, не за что, вечный источник мой. Да, с этим планом только одна проблема, мне нужен вечный источник. Я же говорил тебе, Джесси, когда мы найдем вечный источник, мы посмотрим, но сейчас я помогу вам только так. А теперь о том, как проникнуть во дворец. По словам моих информаторов, основательница хранит вечный источник за потайной дверью в тронном зале. Потрясающе! Каждый вечер основательница выставляет страшников у каждой двери, но одно окно с задней стороны дворца остается без охраны. Это почти идеальное место для входа, но там слишком высоко. А, перехитрила она вас, ребята, а мы создадим решение, почему мы создадим решение? Ребята, высота не имеет значения. Что? Нужно просто начать думать, как настоящие строители, и построить решение. Да, как лестницу, например. Строим лестницу? Готовим вход? Если покажешь, как сделать что-нибудь, чтобы достать до окна, мы эту кражу провернем. Вы не можете построить лестницу? Вы чё, дебилы? Вы чё, дебилы? Боже мой, куда я попал? Клуб, твою мать, строители имбецилов. А, как дел... А, вот, всё понятно. А вот я умею смотреть, как надо лестницу строить. Так, вот сюда, вот. А тут такая лесенка одна. Вот, и готово. Вуаля, лестница. Коротенькая, правда. О, какое там высокое издание, судя по лестнице. Да, конечно, теперь всё кажется очень просто. Ура, потрясающе! Ура! И с нами, Джесси, мы этот день никогда не забудем. Серьёзно? Эта лестница не хватит. Ну, там, я понимаю, несколько штук, но всё равно выглядело это забавно. Ладно, друзья мои, так мы пройдём прямо в тронный зал. Там надо будет лишь найти тайный ход, который предположитель, которым предположительно пользуются основательницы. Разве это не здорово? Освобождённый вечный источник ради людей, Майло, ты потише можешь? Нам надо проникнуть бесшумно, не забыл? Бесшумное. Да-да-да-да-да, приношу свои извинения, просто меня эмоции переполняют. Мы на настоящем задании, приставляем лестницу к стене. Боже мой, какой он тупик. Зачем мы его взяли? Шар источник будет моим, я украду его. Мне плевать на этих людей в этом городе. Я единоличник. Да ладно, я добряк, придётся, наверное, оставить. Ах, посмотрим, в общем. Может быть, заберём их отсюда, к нам туда вниз? Тогда источник можно будет оставить себе. Она, что потом сказала? Страшники! Хорошо, тронный зал был здесь. Да, я знаю, знаю. Зачем ты мне говоришь то, что я уже... Ого! Джесси! Джесси, Петра! Как же я рад вас видеть, ребята! А почему они расхаживают? Как я рад, что мы оба в порядке. Что с тобой случилось? Мы были в темнице. Но мы сбежали. Хорошо, что вы, ребята, здесь. И это находится, получить вечный источник. Этого мы уж точно не потерпим. Он должен достаться нам! Супер! Этого мы тоже... Этого мы тоже сделаем. Кстати, а этот Дип кто такой? Он лидер мятежников. Лукас Айворд? Ха-ха-ха! Нет, я обещал не говорить! Лукас Айворд, а Майло, он лидер мятежников. Ух ты, вот это круто! Приятно познакомиться. Да, привет, конечно. Темный ход основательницы должен быть где-то здесь, в ровном зале. Если он здесь, мы его найдем. Дерни за цветок. Вот, заблокированный дверной проем. Взглянуть. От этой штуки так и веет дверью. Да, что с ней стало? Надо только как-то включить эту цепь красного камня еще раз. Здесь должно быть что-то такое, что нам пригодится. Как рычаг. Если ты сможешь найти одного из этих плохих ребят, мы откроем эту тайную дверь. Найдите рычаг. Да без проблем, блин. Лукас, поговорить. Как в успехе? Все равно ему кажется нужно питание. Не волнуйся, я найду ответ. Хорошо, я в тебя верю. Такой взгляд был. Отверстие для рычага. Если бы у меня был рычаг, это была бы идеальная точка для неба, видимо. Да, ладно. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так сказать, изучимся. Цветочки невозможно тронуть. Цветочки не дотроги. Ну и ладно. Там верстак стоит, смотрите. Видите? Вот. Так. Майла. Ну-ка. Дерево. Боже мой, сколько всего. Взглянуть. Бедный высохший куст. Дерни его, мужик, рычаг. Ткнуть. Надеюсь, никто не будет жалеть один высохший куст. А, мы... Ага, понятно. Понятно, зачем верстак. Мы сейчас будем с вами мастерить еще. Ну-ка, верстак, взглянуть. Да чтобы здесь основательница делать предметы для людей. Так, ясно. Дерево. Давайте срубим его. Ха, у меня такое чувство, что это дерево особенное. Да, земля, на которой ты стоишь. Может, на самом деле, тот остров, с которого начался небесный город. Побеги от этого дерева разносились по всему острову. Разрослись. Метод основательницы я не добряю, но должен признать, что ее достижения впечатляют. Ух ты, очень необычно. Что ж, и вправду. Ха, генератор булыжников, потрясающе. Вода и лава расположены таким образом, что при их столкновении образуются булыжники гениальной. Оригинально. Да, из найденной палки может получиться подходящий рычаг. Так, давайте поговорим еще с кем-нибудь. Поищем. Так, как в тюрьме жилось? О, было чудесно. Всегда хотел попасть за решетку, чтобы было время стихи писать. Это сарказм вообще-то. Я понял, если че. Ну так. Ну-ка, осмотреть. Ух ты, какой размах. В смысле, простор? Пустота. Привычки странников края. Написал Сорен? Ух ты, откуда это здесь? Все остальные, все остальные в описи юридическая информация. Скукота. Какой-то странный, честно говоря, шкаф. Видишь кого-нибудь? Пока нет, но здесь любопытная акустика. Трудно определить, когда сюда идут люди. Нельзя нам здесь торчать. Ясно. Какие у меня полезные напарники. Вечно давят какую-то полезную информацию мне. О которой я даже и не догадывался. Пойдемте к верстаку. Будем делать рычаг, получается. Да, Майло, давайте поговорим с ним. А, трон, давайте взглянем на него. Просто по-королевски неплохо. Представляешь, мы пробрались? Да, я вам всем очень благодарен за помощь. Поверь в себя, Майло. Твое участие – честь для клуба строителей. Хочу сесть. Может быть, мы активируем что-нибудь? Джесси, что ты делаешь? Ха, извини. Прям посидеть не дают. Ладно, пойдемте крафтить. Использовать. Ладно, за дело. Рецепты. Бабах. Бабах. Отлично. А, старый друг рычаг. О, не знал, что здесь. Извини, просто так увлекательно смотреть на того, кто так уверен в своих способностях строительства. А, вы молодцы, мы умеем строить, в отличие от вас. Пойдемте вставим от рычаг, куда надо. Так, использовать. Готово. Превосходно, вот оно. Вечный источник, мы идем за тобой. Все сели? Как удобно, ровно пять вагонеток? Очень круто. Ух ты, глянь на все эти сундуки. Ага, и все они с надписями. Крипер, зомби, овца, свиночеловек. Странно. А что это значит? Сейчас узнаем, овца. Ах, яйца. Написано овца, а не яйца. Может, бросьте попробовать? А, давай. Ого, овца? Это, это что, монстр? Не такой уж и страшный, пушистый. Так во всех яйцах сидят существа. И все разноцветные. У них, наверное, есть цветовой кон, который определяется содержимым. Так она может призывать твари, когда захочет. Получается, Вечный Источник создает эти яйца призыва? Будь начеком и уже близко. Ах, мне не терпится. Давайте осмотримся. И обворуем все, конечно же. Боже, здесь реально всего до хрена. Назад, кстати говоря, друзья, не могу пройти, если что. Свиньи. Овцы. Пауки. Боже мой. О, смотрите, королевская свинка или что это было? Я видел корону. А, чертова курица. Берегись где-то, турник. Невероятно. Нашли. Ребята, вот и Вечный Источник. Ах, 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 чего? Не может быть. Да, яйца призыва, так просто. Так курица несет яйца, а из яиц вылупляются монстры. А из добычи, выпадающей из монстров, построили здесь все. Бросай ее в вагонетку и валим отсюда, мы ее забираем, так? Так, курица, от которой зависит целый город? А это точно хорошая идея? О чем это ты? Нужно отнести его людям, с ним мы наконец-то освободимся от основательницы. Пусть где-то курицу мы забираем. Так. Понимаете, сейчас во мне борется внутренний еврей и благородный рыцарь. Пока еще не определился, кто победил. Ну ладно, курицу забирать нет смысла, если она несет эти яйца, у нас ресурсов дофига. Окей, это было бы прикольно, но обрекать этих людей на гибель тоже не круто. Как они будут существовать? Оставлять ее, где она находится? Вот единственный момент, это либо принадлежать людям, либо оставить ее там, где она находится. Я боюсь, что если мы отдадим ее людям, то они все накинутся на нее. И курица просто, у нее прям очко разорвется от того, сколько яиц понадобится людям. Всем, чтобы их жажду удалить хоть как-то по строительству. Я просто не знаю, что под собой будет нести третий вариант. Так-то она, по идее, должна принадлежать людям, безусловно. Но как они с ней обойдутся, это уже второй вопрос. Но давайте выберем, она должна принадлежать людям. В надежде, что они будут относиться к ней нормально. Майло прав, вечный источник должен принадлежать людям. Что? А я-то думал, что именно ради этого мы сюда и пошли на это приключение. Что за... Ого! Нифига! Я так и знал, я знал, что вы пришли меня покрасть! Мало того, что стрёмно, я так еще и драться умею. Овца в атаку! Вечный источник принадлежит не только ей, он принадлежит всем. Эта курица принадлежит людям, не пытаясь нас остановить. Всегда, как я тебе говорил, основательницы, они пришли украсть вечный источник. Классический орден камня. Да, а что ты говоришь? Не верю их! Ты украсть идея! Попадай, криминалы! Шутишь, да? Ты его себе забрать хочешь? Хочешь, чтобы я поверила кучке преступников? Эйден предупреждал, что вы шайка воров, и вы тут, как тут, пришли украсть ту единственную вещь, от которой зависит выживание нашего города. Ох, когда ты так говоришь, мне едва ли плохо не становится. Ага, боюсь забрать курицу, придется мне, теперь она моя. Что? Возмутительно! Эйден, не надо! Кто яйца заказывал? О-о-о-о! Офигеть! Нет, овца! Эйден, у меня под контролем, спасайте основательницу! Я у тебя под контр... Спасти, помочь Лукасу. Меня бесит основательница. Меня бесит основательница. Вы можете сказать, что ее ввели в заблуждение, да? Но, блин, почему бы не убить ее? Ну, серьезно. Она здесь сидела, на этой курице, одна, наглая. Мы, конечно, ее можем спасти, она перевоспитается, да? И все тому подобное, но... Ну, правильнее, типа, здесь было спасти основательницу. Но... Я ее убью! Помочь Лукасу! Я тебя прикрою со спины, Лукас! Получай! Спасибо, Джесси! Все, падай, падай, падай! Есть! Отлично! Нееет! Нет! Боже, у него одного зуба нет! Сходи к стоматологу, дурак! Ясно, основательница не умрет! Понятно, потому что нас тоже туда скинули. Блин, как я надеялся, что она умрет? Нет! Хе-хе! Сама всем виноват! Нет, это ты виновата, тупая сука! Эй, ничего, все на меня валить! Да ты виновата! Серьезно! Да, я серьезно доверять огненным стержнем, скрывать вечный источник! Я ничего такого не делал! Решить не могу, чего я хочу больше! Безболезненной смерти ради себя или мучительной, долгой ради тебя! Земля! Не может быть! Это невозможно! Джесси! Вон! Мы сможем выбраться добраться! Это должно быть близко! Давай в речечку! А могу я в лаву себя поместить? Мне даже интересно, что будет! Ну-ка! А, понятно! Ну, мне было интересно просто! Я решил это сделать! Жаль, что нам приходится все вот это вот заново смотреть! Ты во всем виноват! Это ты виновата еще раз! А, да-да-да-да-да-да-да! Как она меня бесит! Я прям не могу! Она меня прям дико раздражает! Хм... Я не могу решить, если я хочу, чтобы наша смерть быть болезненная для меня или экскрусионная для тебя! Давайте уже лететь! В водичку! Жалко, они не предусмотрели этого, что... Эм... Чтобы, когда мы умирали в этом случае, начиналось все с начала полета! А не с начала диалога! Как будто бы игрокам будет интересно наблюдать за этим диалогом раз за разом! Так, сейчас мы это пролетели! Все! Легче парены репы! Отлично! Прямиком водичку! Хотя вообще, учитывая высоту, с которой мы падаем, мы должны были бы разбиться нахрен об нее! Ха! А, овечка жива, смотрите! Самое главное! Я поверить не могу! Давайте здесь ее убьем! Не буду спрашивать порядка! В порядке! Вот так скажу! У нас получилось, мы живы! Да, ты прав! Она огромная! И это все время было здесь? Это все изменит! Ну, ребята, наличие земли многое для вас изменит! В смысле, изменит все? Да! Просто все это так чудовищно! Просто трава кругом! Мне тяжело поверить в то, что я вижу! Что... Что мне теперь делать? Снимать штаны и бегать, господи! Можешь всех своих людей сюда привезти! Им не придется больше подавать прошения на ресурсы и все такое! Я... Я в твоих словах... В твоих словах есть смысл! Да, мы должны вернуться наверх и всем рассказать! Возвращение наверх! Господи! Все верно! Мы должны это сделать! Может быть, я... Я даже не заглядывала так далеко наперед! Что за хрень? Берегись! Ну, по крайней мере, они все умирают! Что там происходит? Определенно это плохой знак! Твой город, вероятно, сейчас в большой беде! Я не могу оставлять подданных беде! Джесси, поможешь мне вернуться в небесный город и остановить Эйдена? Только из-за того, что... Ради друзей, а не ради тебя! Вот так вот, да! Сделаю, но не ради тебя, а ради моих друзей! Паскуда! Да, конечно! Спасибо, Джесси! Ладно, забираемся наверх! Наверх! Посмотрим, что мы можем использовать! Ах, это сработает! Что? Пора построить что-то большое! Приготовься построить нечто огромное! Возможно, самую большую вещь в твоей жизни! Ты о чем? Самотык я уже строил! Мы посмотрим из земли башню высотой до самого небесного острова! Тащи как можно больше земли! Оооо! Это жесть! Ладно, должно сработать! Джесси, что это? Че? Мы нашли случайно еще один портал? Я здесь за второй половиной моего портала! Так, случайно раскопали абсолютно? О, какое совпадение! Мы должны спасти город! Готово? Думаю, да! И когда выберусь наверху огненных стержней, на четыре части порву! Оооо, ребята, это будет долго! Ооо, ребята, это будет долго! И финальный, поэтому ожидаем, как она будет расправляться со всеми на четыре части, как она сказала! Честно говоря, она мне крайне не нравится! И я реально сожалею, что не получилось ее убить! Но это Майнкрафт! Здесь, видите, решили все подать, так сказать, дружелюбно! А Рубана, уроды, уроды убили! А вот эту тварь не захотели убивать! Вот что за разрабы! А, в общем, ставь, как говорится, плюсик, если тоже хотел убить эту самодовольную паскудину! А с вами был Сергей Халье, не хворайте, не болейте, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет приятно! Не забывайте, у нас есть канал на Твиче, там проходят прямые трансляции! Второй канал на Ютюбе, где выкладываются их записи! Ну и, как бы, есть я ВКонтакте, кому интересно! Все ссылки в описании под видео! С вами был Сергей Халье, все всем самого наилучшего! Пока! Так, он, кажется, заинтересован в беседе за диваном, напротив, но остается безучастным! Поговорить с ним! Я тебя знаю? Нет? Тогда проваливай! Охренеть, какой, какой отвратительный дрон! Он, кажется, заинтересован... А, это какой? А, понятно, то же самое! Лох, но все-таки сдох! Мы можем, действительно, не следить за субтитрами, ведь они очень быстрые! А там что случилось? Да, вот, если она найдет нас, у нас не будет ни шанса! Помоги мне, я помогу тебе! Прости, наш командой! Давай вот так, баш на баш!